18 место в стране по качеству приема для педагогического университета как вам это удалось мы ценим и боремся каждый год за качественно приходящих абитуриентов то есть нам важно не столько платежеспособность и мы даем гигантские скидки если сравнивать с другими вузами на за хорошие баллы егэ это то что мы ценим ребят которые приходят с хорошим уровнем мы стараемся вот так строить набор чтобы он максимально обеспечивал высокий уровень поэтому уходим там двадцатку самых требовательных с этой точки зрения вузов стран я являюсь ответственным секретарем приемной комиссии моя самая главная задача это обеспечивать прием это так называемый ворота вход в университет для абитуриентов которые потом я надеюсь становится нашими студентами и весь функционал подготовки связано с тем как подавать документы как информировать и сопровождать в этом нелегком процессе в рамках приема есть много таких моментов интересных которые могут облегчить условия поступления в каком плане лучше рассказать правила приема быстрее отвечает на запросы консультации разъяснять какими-то спокойными свободными словами понятными для абитуриента то что если мы читаем нормативные акты это ну не всякому не то чтобы даже дано очень сложно их воспринимать что там написано эта атмосфера атмосфера приемной кампании ну и естественно сами процедуры приема процедуры приема в части того какие экзамены установить какие минимальные баллы установить да какие дополнительные индивидуальные достижения можно учитывать это такие тонкости которые в целом немножко но могут повысить в том числе и балл для тех кто поступает привлечь ребят более заинтересованных замотивированы естественно это сопровождение консультации ответа что вообще будет происходить в течение обучения были действительно но несколько разных идей каким образом сделать приемную кампанию более дружественной в этот сложный период когда человек не может приехать посмотреть своими глазами и задать вопрос здесь очень важная штука это обратная связь да мы стараемся о себе рассказывать и говорить и причем даже проблемные вопросы обсуждать у нас есть как и у любого вуза наверное разные проблемные вопросы в том числе во время приемной кампании мы переработали вообще полностью полностью электронные сервисы связаны с приемом они стали совершенно другими они стали абсолютно удобными информационные ресурсы раньше когда он оставил просто очередь приемную комиссию но в этом не было нужны сейчас оказалось что вот эти сервисы они показывают реальное такое дружелюбное отношение вуза к студентам то есть это не связано ни с именем университета не с дорогой до университета не место где находится университет там не сдать с созданием университета это связано просто с отношением самих работников к тому что они думают про абитуриентов и вот чем дружелюбнее чем удобнее вот эта информационная среда тем вуз расположен вообще к самим студентам тем он лучше их понимает он под них лучше выстроен и так далее из этого можно много выводов делать но у нас уже был опыт организации личных кабинетов для поступления и в общем им пользовались и сейчас активно про это доводится информация что один раз заведя логин и пароль при поступлении дальше вы можете им продолжать пользоваться получая доступ к разным сервисам и это конечно очень круто у нас есть секретарь приемной комиссии мы даже специально наверное делаем такую ставку на том что это в основном студенты молодые студенты почему потому что они общаются с поступающими на одном языке как показывает практика им проще им проще найти друг с другом какие-то даже свои фишки там я не знаю них общие интересы и самая главная задача это обеспечение связи связи обратной связи потому что поступление такое кроме того что это нервный процесс да он еще достаточно сложно как я попал в приемную комиссию это был достаточно странный момент потому что я уехала во время карантина отдыхать к себе домой надеялся что я все лето проведу на берегу моря но мне поступил звонок из университета с предложением устроиться поработать приемную комиссию подумав буквально минут 20 я сразу же согласился и это был действительно хороший выбор за это время работы приемной комиссии я нашел очень много интересных людей из разных институтов с которыми продолжаю общаться до сих пор познакомился со многими первокурсниками которые даже мне сейчас помогают в чем-то которые участвуют в проектах нашего университета института скорыми дина приятно работать и я рад что я их знаю не с первого сентября а вот еще из тех времен когда они только подавали заявление и когда они звонили и переживали о том поступят ли они или нет но вот и видел их первое счастливые лица 1 сентября это ну правда было приятно у нас достаточно широко используется коммуникация с абитуриентом потому что дистанта имеет такое интересное нехорошее свойство мы не всегда можем понять без обратной связи что там на другом конце происходит могут возникнуть кучу вопросов дополнительных естественно потому что есть поговорка что тот кто разобрался с правилами приема вуз тот уже практически поступил любой подающий документы любой абитуриент и причем не обязательно абитуриент мы общаемся с родителями в том числе может позвонить по телефонам горячих линий у нас работает специальный колл-центр может задать вопрос связаться через форму обратной связи может написать в контакт ребята которые работают здесь да они совершенно спокойно всегда на связи они могут посмотреть подсказать в прошлом году август это был период когда шло массовое поступление когда резко приходило огромное количество заявлений мы все время были на обзвонах мы работали по выходным то есть даже в воскресенье какие-то дни уходили с работы в десять вечера но вот этот период закончился он был тяжелый но это было приятное ощущение когда это все завершилось и это был результат который ты здесь на мог увидеть ты мог увидеть этих людей идущих по коридорам иногда было тяжело говорить что вы к сожалению не прошли это вот было грустно в какой-то степени потому что кто-то здесь на мог заплакать и не ожидал того что он не пройдет но кто-то здесь нарадовался многие родители звонили просто на протяжении всего дня каждые 20 минут спрашивали нас не скинули нас не скинули мы проходим и вот вот этот вот контакт который был с родителями тоже был достаточно запоминающимся в какой-то степени тяжелым но в какой-то степени приятным самый курьезный звонок в приемную комиссии задается вопрос здравствуйте можно проконсультироваться по вопросам поступления ответ да конечно встречный ответ спасибо и кладут трубку нормально это действительно реально такая ситуация драматические развязки когда одна девочка последний день вот буквально последние минуты до закрытия приемной кампании когда уже определяется судьба человека что он поступил или не поступил ждет она последняя в рейтинге бежит молодой человек несет оригинал документа и она ему кричит горит и куда он ей называет программу на которую поступает она она понимает что ну раз человек бежит значит он сейчас перед ней в рейтинг станет она уже не поступит истерика слезы а потом выясняется что молодой человек неправильно посмотрел информацию нужно не проходят а Субтитры создавал DimaTorzok